Привет, меня зовут Антон. Я разрабатываю на PHP уже восемь лет. Примерно год назад я задумался серьезно, почему в PHP до сих пор нет дженериков. Я полез смотреть RFC, я полез смотреть исходный код, какие-то читать, статьи какие-то читать. Все это, в принципе, вылилось в то, что у меня получилось написать собственное решение дженериков для PHP на самом PHP. Вот об этом опыте я бы хотел сегодня рассказать. Свой доклад я поделил на три части. Что такое дженерики и зачем они вообще нужны, какие есть подходы к реализации дженериков и как сделать PHP дженерики на PHP. А дженерики это очень много про типизацию. Поэтому, в принципе, хотел бы я начать сначала с типизации, какая она бывает. Сильная и слабая типизация. Языки сильной типизации характерны тем, что не позволяют смешивать в одном выражении разные типы. А языки слабой типизации позволяют смешивать такие типы и могут выполнять неявные преобразования. Вот, например, как в PHP. Статическая и динамическая типизация. Языки с статической типизацией обычно выполняют проверки типов на этапе компиляции, как в Jive. А языки с динамической типизацией проверяют типы на этапе рантайма. То есть, мы сначала написали код на PHP, задеплоили его, скомпилировали и только потом уже в рантайме узнали, что у нас там где-то что-то неправильно. Большинство языков, в принципе, не обладают какой-то строгой типизацией или строгой слабой типизацией. Они обладают какой-то смешанной типизацией, в которой где-то что-то больше выражено. Вот даже в том числе в PHP есть ошибки на этапе компиляции для типов. То есть, есть такие небольшие случаи. В принципе, валидный код можно зайти проверить. Итого, PHP динамически слабо типизированный. Позволяет смешивать типы в одном выражении, делать неявные преобразования, проверяет типы на этапе рантайма. В принципе, PHP проектировался как язык, ну вот такой вот без типов, чтобы, в принципе, можно было быстрее проектировать, быстрее писать, ну проще писать. А зачем тогда, в принципе, добавлять типы? Зачем типы в PHP могут понадобиться? Ну вот, например, с типами читать и писать код проще. Предположим, что разработчик пишет какую-то библиотеку для оплаты, у него есть функция pay. Без типов, если это хороший разработчик, он должен будет в теле функции проверить, что аргументы передались определенные типы. То есть, он будет для каждого аргумента, он обязан будет проверить тип, ну проверить, что вот все хорошо. При этом пользователь, который будет пользоваться этой функцией, как минимум, должен будет проверить, что такая функция вернула. И если вдруг он захочет посмотреть, а какой же, в принципе, тип ему нужно передавать в эту функцию, ему нужно будет посмотреть не на сам интерфейс функции, а залезть в само тело функции и там уже посмотреть, как эти типы обрабатываются, какие типы можно туда передавать. То есть, ну, смотреть довольно сложно получается. При этом, если мы добавим типы, то, во-первых, разработчик, который пишет эту функцию, ему больше не нужно делать проверок на типы, за него это будет делать язык. Разработчик, который использует эту функцию, ему тоже не нужно будет делать проверку на тип, который эта функция возвращает. Плюс, если он захочет посмотреть интерфейс функции, он открывает, интерфейс видно. Очень удобно. То есть, проверки типов происходят на уровне языка, разработчику не нужно за это думать. И писать и читать код с этой стороны проще становится. Почему еще проще? Если мы добавим типов в код, то статанализ станет работать намного мощнее. Ошибки, которые мы можем выявить не в рантайме, как в PHP, а на стадии написания кода, ну, это здорово. Намного-намного раньше, чем вот когда код упал там где-нибудь на сервере, да, на продакшене. Пару слов про аннотации. Аннотации мощная штука, можно указывать типы, но аннотации это все-таки документация. Это комментарий к коду от одного разработчика к другому. Сам PHP эти аннотации в предприятиях не учитывает. А аннотации, как и любая другая документация, может втревать, может быть невалидно. При этом, даже если мы написали, что мы ожидаем какой-то тип, там вот, в функцию, совсем не обязательно, что туда этот тип передадут. Это просто договоренность. На уровне языка такие типы не проверяются. Ну, и того, зачем же нужна типизация в PHP? Проверки типа выполняются на уровне языка. Разработчику за этим следить не нужно. Писать код становится проще. Опять-таки, разработчику не нужно писать какие-то дополнительные проверки. Читать код становится проще, потому что мы сразу же видим интерфейс функции, интерфейс класса. Ну, это здорово. Более мощно работает стат-анализ. Ну, и аннотации могут устаревать, поэтому могут устаревать, могут быть в принципе невалидные. Поэтому вот железно положиться на них на уровне языка мы не можем. Где сейчас можно использовать типы в PHP? Ну, практически везде. Мы вот можем и в аргументах функций использовать, в возвращаемых значениях. Ну, много где. Где нельзя? Ну, в коллекциях нельзя. То есть мы не можем сейчас в PHP взять и указать, что массив будет конкретно из вот таких вот типов. Мы это можем указать, конечно, через аннотации, но, как я уже говорил, они на уровне языка ничего не дают. То есть язык сам не проверяет, что внутри массива жестко будут какие-то типы. Как это сейчас решается? Сейчас для каждого такого типа создается своя коллекция, в котором добавляется тип, в котором добавляется итем по одному, в котором как раз-таки можно указать тип. И вот этот тип как раз-таки будет проверяться на уровне языка. Но получается, что для каждого такого типа нужно будет сделать свою коллекцию. То есть нужно будет написать свой отдельный класс со своим конкретным типом. Это больше кода. Ну, в общем, неудобно. Вот тут нам могут помочь в дженерике. Можно написать один дженерик класс с шаблонным типом и использовать его много раз. Ну, очень здорово. Получается, пишем мы всего один раз, кода немного. А проверка происходит самим языком. Проверка. Получается очень удобно. Здорово. То есть и читать, и писать будет удобненько. Какие есть подходы к реализации дженериков? Ну, вот я знаю три. Это Type Ratio, Reification и Monomorphization. Вот сейчас я немножечко про них расскажу. Type Ratio или стирание типов заключается в том, что мы будем стирать типы на этапе компиляции. То есть разработчик пишет код с дженериками, с шаблонными типами. Все очень здорово. На этапе компиляции должны выполняться проверки. И после этого эти типы стираются. У такого подхода есть ограничения. Ну, кроме того, что проверки должны выполняться только на этапе компиляции, еще во время рантайм есть ограничения по использованию шаблонных значений. То есть, вот, например, если мы захотим вызвать статическую функцию от шаблона переменной какой-то, то во время рантайма этой переменной не будет. И поэтому виртуальная машина не будет знать, откуда, в принципе, вызывать эту статическую функцию. У стирания типов довольно простая реализация. Проверки типов можно выполнять только на стадии статанализа или компиляции. Но при этом есть ограничения использования в коде. Ну и нет типов дженериков в рантайме, понятно. Monomorphization заключается в том, что для каждого конкретного набора аргументов дженерика мы сгенерируем свой конкретный класс и подставим его в месте использования. То есть, если мы захотим контейнер, дженерик-контейнер для типа int, то во время компиляции компилятор найдет такой дженерик, сгенерирует для него конкретный класс для int и подставит в место использования. Реализация, опять-таки, довольно простая. Можно использовать полностью дженерики в коде, то есть нет ограничений как при стирании типов. Проверки типов происходят и на стад-анализе, можно и в компиляции, и в рантайме, но при этом требуется дополнительная память. И опять-таки нет дженериков в рантайме в самом. То есть, вот там уже будут конкретные типы. И последний – это reification. Отличается от предыдущих двух тем, что сами дженерики сохраняются и в рантайме тоже. То есть, реализация будет такая, что в рантайме у нас можно будет сделать reflection, можно будет посмотреть, какие аргументы, какие дженерики были. У такого подхода при использовании дженериков нет ограничений, так же, как при стирании типов. При этом проверки тоже можно использовать и на уровне, на стадии стат-анализа, и на стадии компиляции, и в рантайме. Есть одно, но это вот сложная реализация. Я свел все три подхода в одну табличку, чтобы было проще смотреть. Получается, что стирание типов довольно просто делать, но они не подходят в PHP, потому что PHP такая вот, он динамический, все проверки нужно делать в рантайме. А при стирании типов проверки по-хорошему нужно делать на этапе компиляции, ну или вот стат-анализа. По-хорошему, конечно, на этапе компиляции. Поэтому не подходит. Мономорфизейшн вроде бы хорошо, но кушает много памяти в зависимости от проекта к проекту. В принципе, сейчас с каждой новой версии PHP, вот они держат такой баланс между тем, чтобы добавить каких-то новых фич, и при этом не замедлить язык. Так вот, тут вот тоже будет очень сложно с тем, чтобы добавить дженерики, да, и не сделать так, чтобы памяти кушалось вдруг сильно-сильно больше. Реэфикейшн, в принципе, подходит по всем пунктам, кроме того, что сделать его довольно сложно. Почему сложно? Ну вот сейчас как раз я об этом немножечко расскажу, какие есть проблемы в том, чтобы, в принципе, втащить дженерики в PHP сам. Ну вот, как я уже говорил, при каждой новой версии у нас добавляются какие-то фичи, при этом вот есть баланс между тем, чтобы PHP работал быстрее. Я взял и сделал немного синтетических тестов, которые замеряют время проверки типов, которые ожидает функция какая-то. То есть вот есть функция без типа аргументов, с типом array, mixed и класс. И на этих тестах получилось так, что если мы не указываем тип, то есть, в принципе, проверка типов, в принципе, не происходит. Конкретно, когда аргумент передается в функцию, то такой вариант самый быстрый. Если мы указываем имя класса какое-то, то, видимо, там еще класс резовывается, еще какие-то дополнительные проверки происходят. То есть вот он практически на 20% на этих тестах конкретных медленнее работает. То есть, в принципе, в таких динамических языках, чем больше типов, тем больше проверок в рантайме, тем он чуть медленнее работает. С этим вот нужно как-то будет баланс находить. Какие еще есть проблемы? Есть проблемы с синтаксисом. Вот вполне себе валидный код PHP, который сейчас поддерживается. Если так присмотреться, кажется, что там внутри есть дженерик. На самом деле дженерика нету, PHP сделает неявное преобразование, там будет два булевых типа. Но вот такие вот коллизии, они должны решаться. То есть нужно их как-то обходить. И про синтаксис, в принципе, я хочу немножечко побольше рассказать. Он дальше нам потребуется, чтобы немножечко рассказать, вот где он, в принципе, используется в PHP. Мы сначала пишем код, потом используются лексеры, парсеры, для того, чтобы построить абстрактное синтактическое дерево. Это дерево компилируется в обкоды, обкоды сохраняются в обкэше, обкоды из обкэша берутся и исполняются на виртальной машине. Так вот, самый первый шаг, это вот лексер и парсер. Вот там как раз-таки синтаксис и нужен. А какой, ну, как, в принципе, PHP сейчас парсит код? Он использует для этого байсон. Байсон – это генератор парсеров. С помощью него мы можем описать синтаксис какого-то языка и сгенерировать парсер для этого языка, который сможет построить абстрактное синтактическое дерево. Вот здесь на примере такой маленький примерчик простого калькулятора. Синтаксиса простого калькулятора. Если мы добавим еще немножечко кода, сгенерируем парсер, то он сможет распарсить синтаксис такого калькулятора и вывести значение его. С помощью вот этого байсона из кода на PHP получается как раз-таки абстрактное синтактическое дерево. Какие с этим есть небольшие проблемы? Вот исходный код PHP использует байсон. Байсон поддерживает два алгоритма. Один из них, который он сейчас использует, он как раз-таки плохо обрабатывает такие исключения, такие вот коллизии, о которых я недавно рассказывал. Он может переключиться на другой алгоритм, там с этим можно как-то работать. Есть такой пакет от Никиты Попова, PHP парсер, который используется везде. Он используется во всех, ну там, в большинстве линтеров, он используется при кодогенерации, то есть очень много где. При этом он использует для парсера, который именно вот синтаксис парсит, як. Як это аналог байсона. Но использовать он может только один алгоритм, лалар, который как раз-таки плохо обрабатывает вот эти вот ошибки синтаксиса. По-хорошему нужно перевести его на байсон. Но пока что это вот довольно сложно, потому что як, который использует PHP парсер, написан на PHP, а байсон, в общем-то, написан на C, и вот нужно как-то перевести так, чтобы можно было использовать байсон. Можно обойти это ограничение с другой стороны. У Никиты Попова есть еще одна библиотека, которая строит абстрактно-синтетическое дерево, и при этом оно использует парсер, который уже встроен в PHP. То есть вот этот парсер, который сгенерирован байсоном, который есть в PHP, используется вот в этом экстеншене. Проблемы какие есть? Во-первых, это экстеншен. Его нужно дополнительно ставить. Ну, не очень удобно. Во-вторых, таким методом можно распарсить только версии либо текущего версии PHP, либо предыдущей версии PHP. То есть не получится распарсить, например, на версии 7.4, версию 8.0 с какими-то новыми фичами, с новым синтаксисом. Добавить какие-то фичи туда, новый синтаксис, тоже не получится. Ну вот. Я попробовал сделать такую же библиотеку, но с помощью FFI. Как бы одной проблемы, по крайней мере, для меня меньше. Мне не нужно ставить дополнительный экстеншен, потому что FFI ставится по умолчанию. Но при этом такие же ограничения на версии, на какие-то фичи, если мы вдруг захотим добавить, чтобы на будущее их нет. Какие еще есть проблемы с реализацией? Ну, FFI еще не готов. То есть нет документа конкретного, по которому можно было бы уже начать делать дженерики. Вот для примера, один кусочек кода, у нас есть класс дженерик, и класс А, и класс Б, который наследуется от класса А. Если мы будем сравнивать дженерик, в который передали класс А, и в который передали класс Б, то есть таким типом, то для стирания типов такие классы будут равны, потому что классы А и Б, они в рантайме сотрутся, и получится сравнение одного класса с другого, одного и того же. Они будут равны. Если мы использовать будем Monomorphization, подход, то для каждого такого класса А и Б сгенерируются конкретные классы, и они будут уже не равны. Если мы будем использовать Reification, то в зависимости от подхода, который там будет реализован, который будет, можно сделать и так, и так. Одна из самых еще тоже больших проблем, это очень много кода для изменений. То есть придется очень много кода изменить, очень много тестов написать. Ну, хорошо, в PHP втянуть, ну, как-то не очень получается. А давайте попробуем тогда, ну, сделать дженерики PHP на самом PHP, какие сейчас есть, в принципе, решения. Ну, вот есть аннотации. Самое сейчас распространенное, мощное решение. Использует она стирание типов, потому что в рентайме аннотации этих нету, комментариев этих нету. Синтекс из языка не меняется, дженерики пишутся через аннотации, проверки типов только при стат-анализе. При этом, как я уже говорил, если вот у нас не использует, кто-то не использует ТЕ с подсветкой аннотаций, кто-то не использует в проекте линтер на постоянной основе, вот, то такие аннотации могут устаревать, за ними нужно следить, вот, и их поддерживать. Ну, не всегда удобно. Опять-таки, проверки типов происходят только при стат-анализе. В рентайме проверок никаких не будет. Каких-то вот таких железных вот проверок, которые обещают там вот типы программистов, их нету в рентайме. У Spati есть библиотека, которая может, например, делать коллекции с каким-то типом. Вроде все хорошо, но при этом этот тип мы не сможем указать в качестве типа аргумента какой-то функции. То есть вот он синтаксис языка опять-таки не меняет, можно сделать определенный список с каким-то типом, но передать его уже в качестве типа аргумента не получится. То есть вот наглядности вот этой при написании, при проверке нету. Но при этом, да, проверки все в рентайме происходят. У TimeToGo есть библиотека такая более поинтересней. Вот на последней строчке использование дженерика. Вроде бы как, ну, не совсем понятно, что это в принципе дженерик. Но используется встроенный автолоадер свой. Он понимает, что там есть у класса Maybe, есть дженерик для класса STD Class. Он найдет класс дженерик Maybe, и вместо типа Type подставит STD Class. Его он сохранит на файл-систему и уже подгрузит вместо использования Maybe STD Class. То есть здесь используется Monomorphization, когда генерируются конкретные классы. Он не меняет синтаксис языка, он абсолютно валидный. Все эти конкретные классы сохраняются на файловую систему, но при этом нужно использовать встроенный автолоадер. И синтаксис, ну, он, конечно, не изменен, но читать его сложно. Такой вот, с таким, такой подход, он, ну, сложный для чтения, для написания. При этом проверки типов происходят во время рандайма, что, собственно, очень круто. И самое такое интересное, это у RC Maxell есть тоже библиотека для дженериков. Она уже меняет синтаксис языка и работает примерно так же, как и предыдущий вариант. Он для каждого вхождения дженерика генерирует свой конкретный класс и подставляет его. Опять-таки используется слой автозагрузчик. Используется, как в предыдущем, в предыдущий раз, monomorphization. Уже добавлен новый синтаксис. То есть просто так на PHP такие классы не получится исполнить. Сгенерированные классы подгружаются через eval. Необходимо встроенный автолоадер использовать, но при этом, да, все опять-таки очень круто. Во время рантайм все происходит, все проверки. Ну да как... И как же сделать PHP-дженерики на PHP? Ну для начала нужно добавить новый синтаксис в парсер. Потом нужно найти места использования дженериков в коде. Не сами дженерики, а места использования дженериков в коде. Для каждого такого вхождения использования дженерика, для каждого конкретного набора аргументов для дженерика нужно сгенерировать конкретный класс. И уже этот класс вместо использования подставить. Ну хорошо, я взял парсер Никиты Попова Взял синтаксис, который там был И туда дописал дженерики С помощью яка сгенерировал новый парсер Добавил немножко кода в саму библиотеку И, собственно, теперь с помощью этого парсера Можно парсить новый синтаксис с дженериками И получать абстрактно-синтатическое дерево Вот прямо с дженериками Круто Теперь написал библиотеку Которая ходит по всем файлам из source И ищет вхождение дженериков Вот для каждого такого вхождения дженериков Для каждого набора аргументов Она генерирует конкретный класс И сохраняет его в директорию кэш файловую систему Затем в Composer JSON нужно будет указать Что при загрузке файлов Нужно будет входить сначала в директорию кэш Только потом в директорию source Для такого решения нужно, чтобы у нас было как минимум три файла Первый файл это в котором будет автозагрузчик подгружаться от Composer И в котором будет использоваться класс, в котором используется дженерик Второй файл это класс, в котором используется дженерик И третий класс это сам дженерик То есть первый файл в нем синтаксис не нарушен Его может обрабатывать сам PHP А второй и третий класс, в нем синтаксис уже нарушен Поэтому при его подгрузке используются вот эти вот наши закэшированные файлы В которых уже есть валидный синтаксис Вот здесь для примера У нас есть файл индекс.php В нем вот на первой строке подгружается автолоад На следующей используется квас usage И usage он уже достается из директории кэш В кэше уже используется конкретный квас дженерика Для этого я написал команду для композера Которая вот проходится и все это генерирует Плюс он может проходиться, генерировать не только для директории source Но и также для вендоров То есть если вы написали библиотеку с дженериками Подключили ее в свой проект Там есть вот библиотека PHP Generics Вот, она сможет сгенерировать дженерики Конкретные квасы для дженериков не только для вашей библиотеки Но вот и для, не только для основного кода Но и для вашей библиотеки Насколько быстро все это работает Конкретные квасы генерируются заранее Поэтому их можно кэшировать Но чем больше конкретных квасов Тем больше тратится времени на их подключение На проверку типов, на хранение в памяти То есть вот эти все основные минусы при монморфизации Нельзя использовать без композера в Телоад Ну, вроде не такой большой минус Рефлекшн Рефлекшна нету, как я уже говорил Для монморфизации рефлекшна не может быть И самое больное, это поддержка синтаксиса в IDE Его пока нету Например, в PHP Storm нет поддержки дженериков Ну, потому что даже до сих пор RFC еще не определен до конца Работающего плагина для протокола LSP тоже нет Это такой протокол, который позволяет написать свой сервер И с помощью этого протокола с сервером IDE общается И может подсвечивать синтаксис новый какой-то Который вот она до этого не умела подсвечивать Там распознавать как-то Какие-то подсказки делать Хак, язык, который основан на PHP В котором сейчас есть дженерики Раньше вроде как поддерживался в PHP Но сейчас нет Поэтому вот синтаксиса с дженериками в PHP Storm нету В ASCode в принципе есть поддержка LSP Но для PHP с дженериками синтаксиса сервера такого нету Есть плагин для хак Там есть поддержка синтаксиса вот этого хак с дженериками Но не так удобно, как в PHP Storm использовать Со всякими подсказками Ну, в общем, на этом все Я оставил на последнем слайде ссылку на как раз-таки билетеку с дженериками Там есть еще ссылочка на эту презентацию Ну, в общем, я готов сейчас буду отвечать на ваши вопросы Все, спасибо Спасибо, Антону Ну, как вам дженерики? Давайте уточним, у кого есть вопросы Сейчас мы еще в чате посмотрим вопросы Спасибо, да Спасибо за доклад Хороший, интересный Два вопроса, наверное, если можно Они оба у меня назрели В ходе доклада Вопрос первый Ну, как вы правильно сказали Type Rage сейчас рассматривается как основной, наверное, да Способ большинством сообщества Есть вообще мнение, что дженерики не нужны Почему они не нужны? Ну, потому что единственное их, по сути, реальное применение Типизированной коллекции Точнее, типизированной структуры данных Да И тот же самый Псал Он прекрасно с этим справляется Вот как вы относитесь к такому утверждению Что, может быть, дженерики вообще не нужны в языке? Потому что есть статанализ И это уже работает Это первый вопрос Второй вопрос Я видел очень интересную реализацию Когда используются не аннотации, а атрибуты То есть есть базовый класс Некой абстрактной коллекции Атрибутом задается типизация этой коллекции Ну, и дальше внутри Уже понимаете, как все достаточно легко и просто И в рантайме есть, опять же, информация об этом типе Как к такому пути относитесь? Вот два вопроса Спасибо Спасибо за вопрос Про аннотации, как я уже сказал Это просто документация То есть если вы, конечно, поддерживаете все это хорошо На должном уровне У вас постоянно линктеры запускаются У вас VDE поддержка есть То здорово В принципе, сейчас все этим пользуются В общем-то Про атрибуты Атрибуты, да, это здорово Они как раз-таки, да, могут проверяться в рантайме А единственное, что нужно будет Доделать Поддержку синтаксиса То есть, чтобы VDE понимал, что вот Когда мы указали какой-то атрибут Вот, что это вот именно шаблон Так вот Ну, хороший вариант Задам свой вопрос А вот в реальных проектах продакшене Используете вот это решение? Насколько оно пошло? Удобно, неудобно? Нет, нет Сейчас оно нигде не используется Я его делал именно для того, чтобы попробовать А можно ли, в принципе, сделать? Попробовать какие-то посмотреть Лимиты на синтаксис Какие ограничения есть Да, то есть Сейчас, в принципе, вот В RFC обсуждение Когда всплывает какое-то, да То хотелось бы иметь что-то уже Какое-то готовое Хотя бы демо, да Чтобы можно было пощупать это И, может быть, какие-то фичи добавить То есть, например, вот Вот в этой библиотеке, которую я написал Например, есть Значение по умолчанию То есть, можно в дженерике Значение по умолчанию, да, указывать Но какие-то фичи, которые можно делать Только в самом PHP Там, естественно, нельзя будет сделать Ну вот, как Такое вот демо для RFC Вот вполне себе можно использовать, да Так, а если окунуться в историю RFC Их же, наверное, было несколько штук Я припоминаю, в разные годы Какие-то инициативы А почему они все запарвались? Из-за сложности реализации именно? А там много всего Ну, RFC сначала был на своем сайте Сейчас он на гитхабе Вот Там много, например, упирается в самую идеологию PHP То есть, почему до сих пор не тащили стирание типов? Ну, потому что PHP именно должен Ну, PHP именно динамически Он должен проверять все типы вот в рантайме, да Все-таки, ну, давайте в компиляции проверять Ну, вот Ребята, которые как раз-таки из Ну, такие модерируют RFC, да Они говорят, нет, вот В компиляции нельзя, нужно только в рантайм втаскивать Вот только так Да, в рантайме сложно Ну, понятно То есть, мы будем ориентироваться на твою библиотеку В надежде, что она покажет core-разработчикам Путь к светлому будущему И они напрягутся и запилят это все в рантайме, наконец Ну, я надеюсь, да А вот еще вопрос с первого ряда Большое спасибо за доклад А подскажи все-таки вот в будущем Где ты видишь практическое применение Это будут, ну, какие-то проекты, которые вот Молятся на DDD, например То есть, в каких проектах ты видишь Использование подобного вот решения Потому что, ну, есть, например, да Как вот уже коллега сказал, что там Помимо типизированных свойств Всякие там SPL object storage И прочие вещи, которые помогают это дело закрыть И потом банальные геттеры классов Сам PHP проверяет, что тебе вернулся не тот тип И там пофиг будет, что аннотация где-то стоит Когда у тебя, ну, просто сам PHP отработает И, ну, как бы в рантайме Спасибо Так вот, почему сейчас вот эти вот коллекции Ну, использовать неудобно Потому что такие коллекции нужно будет писать для каждого класса Мне бы хотелось использовать это легко То есть, вот, даже для маленьких каких-то структур Да, сейчас нужно будет писать свою коллекцию Где вот этот вот геттер-сеттер использовать Чтобы именно конкретно PHP в рантайме ввел проверки Вот А где можно использовать, а именно, ну, дженерики Ну, по сравнению, например, с аннотациями Да, это Ну, в смысле, везде в том плане Что, опять-таки, это будет проверять сам язык То есть, даже если вы вдруг не включили линтер вдруг Или что-то, ну, что-то такое Проверку какую-то, да, глазами не сделали То PHP все равно за вас проверку эту сделает Вот А если именно про использование библиотеки То, ну, конкретного применения Куда-то ее использовать Я пока что не предполагал Хотя там тесты есть Все работает, все хорошо Самая большая проблема, как я уже говорил Это поддержка синтаксиса VDE Ее сейчас просто нету Поэтому этим просто пользоваться очень-очень больно Спасибо Так Ну, у нас было два вопроса в зале Время выбрать лучший вопрос из двух Ух Так, а у нас подарок один, да? Двух подарков не найдется? Просто вопросы были примерно про одно и то же То есть вот почему использовать именно вот дженерики, а не аннотации, например Они очень-очень похожи Ну, я думаю, тогда первый вопрос был такой более объемный Мне он больше понравился Спасибо за вопрос Так, у нас сейчас будет полчаса перерыв И последняя тема Модульный ларавель Что на самом деле очень интересно Лично для меня Я модульные ларавели давно использую Послушаю с удовольствием автора И до встречи через полчаса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!